Здравствуйте зрители моего канала. Сегодня снимаю заключительную часть запасов уходовой косметики. Сегодня посмотрим средства для ухода за кожей тела, для интимной гигиены, зубные пасты, шампуни, краски для волос и так далее. Итак, наверное, начнем мы со средств для ухода за кожей тела. У меня в запасах стоит вот такой вот смягчающий бальзам для лица и тела. Я его использую только для тела. Это Биосекур. Покупала я их в Варнеби по акции 2 за 102. Питает и увлажняет. Один у меня сейчас в использовании, а второй стоит в запасе. Он идет с маслом карите, имеет очень приятный аромат. Срок годности у него до июля 2021 года, поэтому вот сейчас один в использовании, второй стоит в запасе. Объем здесь 200 миллилитров. Напоминаю, по акции 2 за 102, средства с подходящим сроком годности продаются вместо 1500 за 51 рубль. Так, дальше. Вот такой крем. Тут по рисунку видно для чего он. Это крем для ягодиц, бедер. Этот крем я заказывала сама. Заказываю его на сайте совместных закупок. Мне он очень нравится. Он вообще предназначен для массажа, но я его просто наношу на кожу после принятия душа и ванны утром и вечером. Он антицеллюлитный, с разогревающим эффектом. Очень хороший крем. Кожа выравнивается, становится мягкой, гладкой, что не может не радовать. Здесь 150 миллилитров. Этот крем у меня в запасах. Один такой я уже использовала и один сейчас стоит в использовании. Вообще по курсу положено 4 таких крема. Срок годности у него здесь обозначен до мая 2022 года. Если вы где-нибудь увидите такой крем в продаже, попробуйте, возьмите. Я плохого не посоветую. Хороший очень крем. И эта часть тела тоже нуждается в уходе. Далее в запасах у меня от Кафе Мими, крем для тела, цитрус и базилик. Брала я их тоже на сайте совместных покупок, потому что там, во-первых, они идут дешевле, во-вторых, там можно разбить набор и взять то, что тебе нужно. Например, мыло мне не нужно, а крем для тела нужен. И я покупаю только крем для тела. Очень хороший крем для тела. Многие как-то скептически относятся к этой марке Кафе Мими. А мне нравится. Я как-то на новогодние праздники по распродаже в пятерочке взяла крема, шипучие вот эти бурлящие шарики. Мне очень понравилось. Срок годности у него до марта 2023 года. Очень у них приятный аромат. Содержит экстракт мандарина, базилика, растительный глицерин, масло ши, масло кокоса. Здесь много всего. Мне нравится. Объем у него 110 миллилитров. Вот такой вот увлажняющий крем для тела. Брала я его в тренде бокс с грязью озера Медвежье и гиалуроновой кислотой. Так. Изготовлен он в 2019 году. Срок годности у него 36 месяцев. 90 миллилитров здесь. Дальше есть скраб. Для тела он в одном экземпляре. Больше скрабов для тела, по-моему, у меня нет. Это органическое масло какао тростниковый сахар. Здесь 250 миллилитров от Organic Shop. Очень вкусно пахнет бельгийским шоколадом. Срок годности у него до декабря 2023 года. Объем 250 миллилитров. В запасах есть масло ламинарии для лица и тела. Масло морских водорослей. Я все-таки решила, что буду использовать его на тело. Но это масло имеет приятный аромат. Срок годности у него 2 года. Изготовлен он в ноябре 2020 года. И еще одно масло, которое я брала тоже на Арнеби. Это натуральная косметика. Ароматное масло для тела. Миндаль и кокос. Срок годности у него до декабря 2021 года. Хочу его открыть осенью. Прошлой осенью я одно использовала. И вот сейчас тоже. Неправильно. Зимой я использовала одно. Это январь-февраль был. А осенью хочу открыть второе. Потому что масло летом, оно как бы не очень приятно к применению. А вот осенью, зимой очень даже хорошо. Остался еще один крем от Элимис. В объеме 50 мл. Один такой крем я использовала. Использовала я его на проблемные участки. Здесь 50 мл. И поэтому если пользоваться полностью на все тело, то наверное тут хватит на 3 раза. Поэтому использовала только на проблемные зоны. Вот такой вот крем в объеме 50 мл. С бьюти-бокса Look Fantastic. Имеет очень сильную отдушку. Мне он не нравится. Попробую использовать на руки. Если не подойдет, то я не знаю. Наверное просто выброшу. Мне напоминает отдушку. Знаете, вот в косметике от Ariflame. Нет, Faberlic. Чересчур химозная какая-то. От Beautyfic есть разогревающий антицеллюлитный крем для похудения с эссенцией грейпфрута. Ну, не знаю, насколько можно похудеть от крема. Но он приходил в каком-то бьюти-боксе. Поэтому стоит в запасах. Из косметички от сайта Herb есть миниатюра геля Алоэ Вера. Как я уже говорила, я его использую после укусов комаров. Потому что он обладает таким успокаивающим действием. Так, давайте перейдем, наверное, рассмотрим крема для ног. Они у меня, все крема разделены по категориям. Лежат в разных косметичках. Сейчас у меня с сайта Arnebi вот такой вот крем, купленный по акции 2 по 102. Numismed в использовании. Очень хороший крем с мочевиной. Срок годности у него до августа 2021 года. Один у меня крем в использовании. Один стоит, ждет в своей очереди. Очень хороший крема от Numismed. Я, наверное, попробовала все благодаря Arnebi. И еще один вот такой крем, тоже купленный по акции 2 по 102. Но здесь срок годности до июня 2023 года в объеме 150 миллилитров. Это расслабляющий бальзам для тела Биокаштан. Но я его решила использовать для ног. Один вот взяла себе, один передала маме в подарок. Это натуральная у нас косметика. Тоже же был по акции 2 за 102. И два таких косметических крема для ухода за кожей кожи. Да что такое? Извините, крем косметический для ухода за кожей тела с различными косметическими недостатками. Например, для мелких и средних сосудов и с начальными проявлениями целлюлита. Здесь по 50 грамм. Я два таких крема уже использовала. И планирую потом, когда пройду курс, вот четырьмя такими кремами буду поддерживать эффект вот этим кремом. Это тоже с сайта Арнебия по акции 2 за 102. Сейчас в связи с праздниками почему-то акция у них не проходит. Наверное, они решили немножко от заказов отдохнуть. Следующая категория это кремы для рук. Сейчас у меня в использовании вот такой вот крем. Крем-бальзам для рук Сенситив Био Мальва. Это уже, наверное, третий крем у меня такой. Я уже его брала на Арнебии. Здесь срок годности до 23 года. Мне очень нравится этот крем. Очень приятный. И его хватает нанесения два раза в день. То есть утром и вечером. А в промежутках наносить не нужно, потому что он хорошо увлажняет кожу рук. Но так как это акция 2 за 102, то второй крем у меня стоит в запасах. Так, и от NUMISMED я покупала, опять же, в Арнебии по акции 2 за 102 кремы для рук с мочевиной от NUMISMED. Один я уже использовала, потом пришел заказ с Мальвой, и я переключилась на Мальву. Сроки годности у них хорошие, поэтому они стоят в запасах. Тоже очень хороший крем. Если у вас есть мозоли на руках, то крем с мочевиной попробуйте обязательно. Так. Ну и от NUMISMED у меня, опять же, купленная по акции 2 за 102. Два средства для интимной гигиены. Одно сейчас в использовании, второе стоит в запасе. Здесь 200 миллилитров объем. Так, срок годности срок годности я где-то видела. До августа 2023 года. Это моющий гель для интимной гигиены у женщин с NUMISMED. Для ежедневного применения поддерживает ощущение свежести и чистоты. Подходит для гиперсухой, чувствительной, проблемной кожи, склонной к раздражениям и зубу. И так далее. Вообще, пользуюсь я чаще всего корейской пенкой для интимной гигиены. Я ее уже как-то показывала. Покупаю я ее на Вальберис. Можно ее взять на iHerb. Очень хорошая пенка для интимной гигиены. Но вот NUMISMED сейчас пользуюсь. Тоже очень хорошее средство. Тем более, с таким сроком годности, когда здесь оно вышло по 51 рублю каждое, а на озоне Вальберис они стоят по полторы тысячи. Так, для тела получается все. Нет, не все. Еще гели для душа. Гели для душа не так много осталось. Их было намного больше. Просто я давно уже не делала заказы. Это тоже с сайта Arnebi Biosecure гель для душа с алоэ вера в объеме 400 мл. Вот осталось 2 геля. И как-то на золотом яблоке, если кто-то помнит, был глюк. И мы делали очень выгодные покупки. Это все, что осталось от того заказа. Натура Сибирика биогель скраб для душ. Эффект обертывания с массажными микрогранулами. Вообще пользовалась гамажами от Иф Роше. Но вот планирую сейчас попробовать вот этот гель скраб. Это таежная красника и красный женьши. Объем здесь 200 мл. А срок годности до ноября 2022 года. Так. Получается для тела это все запасы, которые есть. Давайте, наверное, посмотрим шампуни. Вообще перешла на полноразмерные средства шампуней. То есть я добила все миниатюры, которые приходили в бьюти-боксах. Я имею в виду миниатюры шампуней, бальзамов, масок, которые приходили в миниатюре. Поэтому сейчас остались более-менее такие большие варианты. Так. Ну, в запасах у меня стоит из последнего заказа термальная вода для лица от Виши. Здесь объем 150 миллилитров. Я сейчас в качестве как термальной водой пользуюсь тонером от Элимис. Так. В запасах у меня только один набор для волос. Это заказ Соколор Алан Хадаш. Напомню, что здесь покупала я набор и к набору шел кондиционер в подарок. Здесь у нас что? Видите, написано подарок. Это кондиционер, по-моему. А это шампунь. Да, это шампунь для окрашенных и жестких волос бразильский Муру-Муру в объеме 200 миллилитров. И кондиционер для волос из той же серии. Тоже в объеме 200 миллилитров. Кондиционер для волос бразильский Муру-Муру Регулярное использование для окрашенных и жестких волос. Вот таким вот образом. Так, и в качестве масок для волос осталась вот такая маска от Хаск. Это питательная маска с кокосовым маслом. Срок годности у нее 36 месяцев. Изготовлена она в октябре 2019. И последняя масочка для волос. По-моему, она приходила в Look Fantastic. Здесь срок годности у нее до 23-го года. Вот. Это все запасы средств для волос, потому что я говорю, я все силы кинула на то, чтобы использовать все миниатюры для волос, которые были. Так, и краски для волос. Я делала заказ в Фаберлик. Знаете, я у них покупаю все для дома. Это средства для чистки духовки, кондиционер брала для белья, порошок стиральный беру, по-моему, домашний Фаберлик или дом Фаберлик называется. И взяла на пробу две краски. это пряная корица цвет семь три. Сильно темный я не хочу, но будет вот такой вот каштановый оттенок. Взяла две, потому что в ближайшее время я очень долго ничего не буду у них заказывать. Пока то, что я взяла для дома не закончится, я заказ Фаберлик не делаю. А уже когда делаю там химию для дома покупаю, то беру еще что-нибудь на пробу. И последнее, что нам осталось рассмотреть с вами, это зубные пасты. У меня два таких набора, женский и мужской. Одна зубная паста у меня из этого набора в использовании. Здесь у меня две в остатке. Зубную щеточку тоже взяла. Срок годности у них до декабря 2023 года. Так, и мужской набор, но здесь остался только один коньяк и зубная щеточка. Мужчины, конечно, этот набор, они его быстрее используют, чем я свой. У меня вот запасы еще есть. Ну, это такие, знаете, для мужа, старших детей, взрослых уже, для меня. Извините, все время двигаю, никак не рассчитала я, куда поставить камеру. Так, но, так как еще есть другие члены, которые пользуются такими зубными пастами, то у меня еще есть запасы. Так, щеточка зубная, она приходила вместе с зубной пастой в наборе, это тренди бокс, биомет, тройная система отбеливания эмали, срок годности у них до 23 года. Вот, да. Вот такая зубная паста приходила в бьюти боксах красотки про, когда у них была распродажа, я взяла несколько бьюти боксов. Так, срок годности у нее был хороший, только сейчас на скидке не найду, где написано. Сайта Арнебия постоянно делаю заказы зубных паст, потому что очень мне нравится. Сроки годности у зубных паст Сарнебии по акции 202 до 23 года, до июня 23 года. Одну вот такую зубную пасту мы уже использовали. Это кедр алоэ. И вот такие еще две в запасах. Это зубная паста Эмоформ для чувствительных зубов. Срок годности у нее тоже до июля 2023 года. Это для взрослых и подростков старше 12 лет. Очень нравится моему младшему сыну. Мы уже столько использовали что я взяла еще в запас. Это еще не все. Еще одна зубная паста. Не помню откуда она у меня тоже с какого-то бьюти бокса. И подарочная зубная паста от Клац это целебные травы, которая приходила по промо-коду в подарок гелевая зубная паста. Срок годности у нее тоже до 2023 года. Вот так мы любим чистить зубы, поэтому такой запас зубных паст у нас появился. все зубные пасты до 2023 года. И у меня всегда в использовании лежит женская зубная паста для меня, зубная паста для мужчин и зубная паста для сына подростка. То есть три зубных пасты у нас лежат в ванной комнате. Поэтому такой запас он себя оправдывает, потому что нас много. В принципе это все запасы, которые я хотела вам показать. больше у меня ничего нет. Ссылки на предыдущие видео я оставлю в инфобоксе. И наверное в ближайшее время посмотрю, что нужно будет еще прикупить, потому что у меня совершенно не осталось гели для душа для мужчин и шампуней для волос тоже для мужчин. Вот этого у меня уже не осталось. Это придется прикупить. Всем до свидания. Всего хорошего. Будьте здоровы.